Минувшие выходные в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялась Олимпиада студентов-медиков Medical Quest. Мероприятие организаторы приурочили к десятилетию института. На торжественном открытии участников Олимпиады поприветствовал проректор Казанского федерального университета по биомедицинскому направлению Андрей Киясов. Помимо этого на путствие будущим медикам дали главный хирург Минздрава Республики Андрей Анисимов, а также заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии КФУ Сергей Зинченко. Вообще я очень рад, что несмотря на то, что существуют как вузы Минздрава и вузы Финокрова, все мы здесь собираемся. В этом году участие в Олимпиаде приняли команды из девяти регионов. Саратовской, Курской, Белгородской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Мариэл, Хантамансийского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Это первая Олимпиада, в которой мы участвуем именно в совмещенной с неотложной помощью, ну, Олимпиады по неотложной помощи и по хирургии. Надеемся, скажем так, не запариться на молодежном сленге, потому что все-таки это спектр знаний совсем противоположный как хирургии, так и неотложной помощи. Надеемся остаться живыми. Команда Казанского федерального университета также вошла в число участников квеста, но вне конкурса, поскольку КФУ является принимающей стороной. Но, несмотря на это, подготовка была довольно серьезной и основательной. Олимпиада для студентов – шанс узнать что-то новое. Мы впервые на такой Олимпиаде, впервые вообще, в принципе, на таком мероприятии, и нам очень волнительно, мы очень волнуемся, нам очень страшно, но надеемся, что мы справимся. Задание для участников «Медикал Квест» организаторы представили в двух блоках – теоретическом и практическом. Для проведения второго студенты развернули в стенах института павильоны, имитирующие реальные события. Оценивали работу медиков профессионалы. В состав жюри вошли специалисты медико-санитарной части КФУ, сотрудники кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины, кафедры хирургии, акушерства и гинекологии, представители МЧС Республики и Бюро судебно-медицинской экспертизы. По сценарию первой практической станции в больнице произошел взрыв. Участникам необходимо оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь на все про все 40 минут. У каждого пациента есть своя история. К примеру, на этой станции помощь пациента уже оказывает врач с ожогами первой и второй степени. Участникам необходимо продолжить сердечно-легочную реанимацию и помочь коллеге. Это очень необычный опыт, так скажем. На самом деле это интересно. Хочется посмотреть на реакцию ребят, которые сейчас придут и будут пытаться мне помочь. В число призеров по итогам Олимпиады вошли команды Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова из Санкт-Петербурга и Белгородского государственного национального исследовательского университета. Победу одержали представители Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok